добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики вот наконец-то начался или начался сезон торпед их так называю мотоциклетный сезон по вылетали наши хлопчики кто в шлемах то без шлемов кто с башкой то без башки но судила не в этом нас это не касается самое главное вовремя от них увернуться но как правило большинство ездят на этих скутерах скутеров мотоблоках этих мотоциклах и всем прочим 2 3 4 колесных чудесах до заморозков загоняют кидают свои механизмы в гараж и вспоминают о нашей с вами теме только когда приходит и пытаются завести а там там глушняк вот сегодня рассмотрим такой же такой случай привезли батарею абсолютно сухая внутри сахара или караком еще в желтого песка туда нас насыпать и было бы вообще замечательно батарейка абсолютно пустая сухая и на батарейке мы видим так сколько мы там видим 2 вольта вот так вот два вольта связи видимо с наступлением сезона или не знаю с наступлением чего но в наших магазинах по крайней мере в нашем городе вот эти батарейки пропали то есть но не протухли исчезли с привавках и их нет поэтому вот подъехал дяденька и слезно попросил что-нибудь сделать чтобы как-нибудь вернуть к жизни эту так называемую а джем батарею ну что ж будем пытаться что-нибудь сделать в любом случае результат я вам покажу сомневаюсь я в результате но попытка не пытка так первым делом делаем ей инъекцию инъекцию будем делать дистиллированной водой и заливать будем по маты то есть нам нужно смочить маты чтобы они имели жирную структуру вот таким образом для промазал шнайпер вот так как замечательно идет туда водичка так перелив блин косоглазый перелив перелив залил много воды но сейчас сделаю отбор лишний так давайте я залью ну всем понятно как это делается до 25 миллилитров я бахнул на этого много туда много для этой батарейки давайте зальем будем заливать поматы чтобы это сделать не надо смотреть не через видеокамеру которая находится у меня в сотовом телефоне непосредственно пока ставлю на паузу залью и продолжим наш удивительный кинофильм я долил водички с этой баночки сделал отбор потому что налил лишнее лишнего долбанул туда как видим наши маты имеют такую жирную структуру много воды доливать не надо смочить маты чтобы они были влажные и теперь мы эту батарейку оставим на отстой сейчас у нас без 25 грубой грубо возьмем 5 часов и она будет стоять до завтра так посмотрим что нибудь прибавку напряжение дарова нет никакой прибавки то же самое видим на дисплее ничего не прибавилось не убавилось вот таком состоянии отжим батарейка любят китайцы делать красивые вещи такой весь стеклянные крышечка тоже стеклянные и посажена была на не в некоторых местах на клей ничего страшного как приклеили так и отклеим все что сделано руками человека можно переделать руками человека это мой жизненный принцип и моё кредо и так ну всем видно всем понятно да посмотрим что у нас из этого получится и на этот раз я постараюсь показать работу не на интеллектуальном устройстве этих устройств такие устройства не у всех есть значит вот типа такого а работать будем ну примеру на 37 выпили вот для примера ни в коем случае не советую вот эти батареи обрабатывать на вот этих на вот этих устройствах либо вернее на них можно обрабатывать но только в режиме мотоцикла это мотоцикл дает полтора ампера и узнаете иногда этого много ни в коем случае нельзя ставить на а gm вот на этот режим потому что батарейка начнет начнется обрабатываться большим током и честно говоря одну батарейку вот с помощью такого устройства я угандошу спасибо китайцам конечно не только китайцам но и мне и так отдаем батарейки отстояться до завтра и завтра начнем с ней работу батарейка отстоялась почти 17 часов сделаем замер что нам давать стоит а он нам ничего не дал абсолютно ничего не дал так что давайте закинем зарядный бокс и начнем с ней работать но в результате я уже говорил что я не уверен при таких показателях батареи ну по будем посмотреть включаем зарядник и работать будем на 37 выпили как я уже говорил ставим 14 8 вольт и ток уменьшаем до минимума 0 6 ампера и так вот наш кролик подопытный подключаем работа пошла потихонечку набирает обороты 37 выпил ну давайте дадим ему время чтобы он разогнался и будем следить за процессом друзья ну вот как пуля пролетел рабочий день и с батареей мы проработали 7 часов 15 минут проблема в том что очень домой хочется без 5 6 домой к мамочке и поэтому принял решение у клиента горит пятая точка ему надо есть надо кататься и уже два раза сегодня звонил если бы я мог сесть на аккумулятор и чего-нибудь туда добавить чтобы она быстрее зарядилась я бы едва ему так принципе объясню сейчас поэтому мы перекинем эту батарейку на интеллектуалку и пусть солдат спит служба идет то есть я буду дома батарея вроде как судя по всему процесс идет неплохо процесс заряда идет великолепно 5 ампер это батарейка приняло но пусть теперь поработает с ней интеллектуальное устройство сейчас я перекину и покажу как это все выглядит вот она стоит у нас пригорюнилось малыш наш сейчас полезешь под интеллектуал так но переместил под интеллектуалку на батарее 12 4 вольта давайте включим и перебьем параметры на а джи 2 ампера вот как она начала активность не работать ладненько одеваю чистые носки и вперед до дома итак друзья работа с нашей малышкой или с нашим малышом закончена интеллектуалка расправилась ней за ночь но можно было продолжить работу на 37 вымпеле и вымпел с ней также справился бы но дело в том что вымпел у нас работает под работал потоку а интеллектуалка начала работать с ней под немножко по-другому она начал работать с ней по напряжению выбрала именно такой алгоритм для этой работы ну давайте не будем тянуть кота сегодня за хвост отключим зарядник и дадим батарейки отстояться пару часиков и после отстоя будем делать замеры и окончательные выводы по этой батарее друзья прошло три часа отстоя как видим маты хорошо в себя впитали воду и практически подсохли ну давайте сделаем тест и немножко придется добавить немножко водички и так что же у нас получилось батареи джем плоского типа и поставим 100 ампер так друзья двадцать два семнадцать сопротивления 103 ампера батарея выдает nrc 1273 так давайте сейчас я добавлю водички и все-таки поставим на до заряд на 37 вымпел и немножко поработаем с этой батареи еще добавлю воды и продолжим нашу запись добавил буквально по 3-4 миллилитра воды не по 3-4 а по 3-4 ну вот такую структуру должны иметь пластины вода не должна плескаться на поверхности но маты должны быть смочены и так давайте переместим в сторону 37 вымпела поставим на зарядку и продолжим настройки я не убирал настройки у нас вчерашние поэтому просто включаем зарядник и что мы видим а мы ничего не видим заряд не идет так здесь у нас а вот теперь пошел заряд покой контакту я все-таки отдаю предпочтение заряду потоку не по напряжению а потоку в случае с орионом с вымпелом у нас заряд происходит потоку случае с интеллектуальным зарядным устройством заряд как правило идет по напряжению то есть заряжается вначале максимальным током и доводит до определенного напряжения и потом ток постепенно падает но сейчас у нас идет заряд по току давайте еще один до заряд сделаем на 37 выпили и наверное с этой батареи ну как видим моментально батарея дошла до 14 8 вольт и пошло снижение тока как только выпил нам подскажется заряд окончен будем отключать батарею от заряда уже но 4 как видим батарея полностью заряжет заряжена я конечно в чудеса не верю но в данном случае кроме как чудесное воскрешение этой батареи я чудесным воскрешением этой батареи я назвать этот случай не могу бывают такие ситуации но по отношению к мотоциклетным очень редко но наверное меньше 50 процентов батареи поднимаются выходит с такого ступора но как раз такая ситуация и у нас поэтому я всегда говорю что надо пытаться оживить батарею попытка не пытка хоть не всегда это и получается видим заряд окончен время заряда две минуты все происходило буквально на ваших и моих глазах ну давайте в буферном режиме пусть батарейка постоит с полчасика и на этом мы завершим работу с этой батареи друзья прошло с момента вашей работы с нашего до заряда час 03 и час батарея простояла в буферном режиме наш видим падение тока до 0 ампера и где-то с полчаса тому назад упала и напряжение до 14 7 вольт заряд полностью окончен и поэтому сейчас батарейку будем закрывать крышечкой почему батарея моя вернее не моя эта батарея крышкой не закрыта на этот раз дело в том что вот эти батареи это батарея вырва то есть батарея работающие под давлением и по идее она должна заряжаться с закрытыми пробками и закрытыми крышками но нам этой батареи было два с небольшим вольта поэтому было два варианта развития событий либо эта батарея у нас полностью высажены либо эта батарейка все-таки замкнутая и был у меня такой случай когда я закрыл подобную батарею крышечкой пробочками и поставил на заряд и во время заряда эта батарейка едва-едва я успел ее поймать чуть-чуть она не устроила мне маленькую киросимную нагасаки то есть батарею раздула и была большая вероятность того что она взорвется после этого я с этими батареями работают только с открытыми пробками что и вам советую и рекомендую потому что при замыкании одной из банок может пойти обильное газовое деление которое приведет к взрыву взрыву к разрыву этой батареи но в любом случае нам это не надо хоть у меня эти батарейки как бы стоят безопасном месте зарядном боксе но безопасность конечно превыше всего поэтому заряд и всю работу с этими батареями нужно производить с открытыми крышками так давайте я сейчас покажу как я вклеиваю крышечку сделаем еще один замерчик пусть он будет немножко некорректным но мы видели что после трех часов отстоя батарейка уверенно держала 1277 нс и был на этой батареи 1277 это говорит о вполне приличном при ли вполне нормальном состоянии этой батареи и будем надеяться что эта батарейка еще послужит своему хозяину и по крайней мере этот сезон он на своем скутере дай бог ему здоровья и безопасного вождения еще отъездит так ну давайте вытащим ее и продолжим наше кино вот установили пробки закрыли крышечку и теперь несколько капелек дихлоритана вот в эти щелочки для того чтобы наша крышка никуда не делась и что наша батарейка работала под необходимым давлением вот так дихлоритан проходит крышечка кстати она выдвижная в этой батареи в отличие от черных корпусов где она просто прилипшая вот таким образом дихлоритан сейчас растворит этот пластик и свяжется из произойдет склейка у нас что принципе будем считать что работа с этой батареи окончена хоть и надежды было мало по крайней мере у меня что она оживет но все прошло удачно и отлично в отличие вот кстати оптичках в отличие от вот этой батареи это я их называю ведь меди кеменские моим упадком настроение когда мне привозят такие батареи настроение у меня как правило падает тем более привезли и вот в таком состоянии с 5 вольтами или вольтами и батарейка видно что она некоторые банки сухие кстати напишите в комментариях я так и не нашел где вот эти вот тюменцы ставят дату производства на этой батареи я даты не нашел и скорее всего эта батарейка у нас уже не вылезет но опять же по принципу иосифа сталина попытка не пытка будем пробовать так давайте сделаем еще один замер пусть он будет немножко некорректный без отстоя и посмотрим что нам дал наш до заряд сегодня эта батарейка улетит надеюсь вместе со скутером прямо по дороге так а джем плоского типа и 100 ампер итак 100 плюс 100 процентов но видим сопротивление у нас 2424 сопротивление увеличилась при всем при том что 115 опусковой ток увеличился инерции еще большое так ну что же на сейчас некорректный немножко замер судя по сопротивление было по моему 22 ладенько но в любом случае батарея она должна отстояться и показатели будут более корректные будем считать что работа с этой батареи закончена как видим положительную динамику батарея оживая батарейка будет работать на этом ролик наш будем считать что за завершён всем всего самого наилучшего добра удачи берегите свои батарейки пока пока не забывайте свои дела а 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